Это новости дня в студии Артём Гарнов. Здравствуйте! Мы готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. Глава МЧС России Александр Куренков вновь в Оренбургской области. Федеральный министр вместе с губернатором в среду работали в Орске. Осмотрели местность, где будет строиться жилой микрорайон для пострадавших от паводка. А также встретились с людьми. На месте работала наша съёмочная группа. Все подробности в репортаже Натальи Мороз и Георгия Бурлуцкого. Первая точка – пожарная часть номер 10. Глава МЧС России Александр Куренков вручает ключи от новой спецтехники. Две пожарные автоцистерны и автолестницу получают Орские пожарные. Глава ведомства благодарит коллег, которые помогали днём и ночью людям во время паводка. Я вам благодарен за ту работу, которую вы выполнили. С задачей справились. Молодцы. В лишний раз огромное спасибо всему коллективу. После отправляется вместе с губернатором в пункт длительного пребывания. Санаторий Южный Урал. Сейчас здесь находятся 52 семьи, в том числе и супруги Каюмовых. Пара живёт в пункте уже больше двух недель. До этого находились в школе. Из дома уехали 5 апреля, в день прорыва дамбы. А что, детьми я не хочу уже сказать, вот поэтому. Потом в следующий день уже невозможно было, там уже у нас была вода. Всё, после этого где-то через неделю вода ушёл. Дом зашёл, там ничего не осталось. Их дом находится в старом городе. Именно эта часть Орска пострадала от паводка больше всего. Дом Саманной. По словам главы семейства, комиссия постановила, жить в нём возможно, если капитально отремонтировать. Мужчина навстречу просит направить к нему ещё раз специалистов, чтобы убедиться в правильности заключения. Губернатор берёт вопрос на личный контроль. Арчане спрашивают и про индексацию выплат, предназначенной пострадавшим от паводка. И говорят о повышении цен на стройматериалы. Сейчас мы в этом разберёмся, как раз именно для этого и приехали. Сейчас будем проводить очередную правительственную комиссию, прямо здесь, в Орске. Сейчас от вас переедем в здание и там её проведём. Соответственно, на Минстрой эту информацию и на ФАС в том числе, мы сейчас всю эту информацию выпустим. Они начнут работать полноценно. Встреча длится порядка часа. Ну а после мы уже в северном микрорайоне города. Именно здесь, в скором времени, появится микрорайон Звёздный. Территория выбрана под индивидуальное и многоквартирное строительство для семей, пострадавших от наводнения. Вот так пока схематично выглядит будущее живое помещение. У нас есть уникальная возможность беспрепятственно здесь прогуляться. Здесь будет зал, тут кухня, здесь, судя по всему, санузел. Ну а вот здесь будет вход в будущий дом. Сейчас местность расчищают и готовят к следующим строительным работам. Подготовлено четыре варианта планировки домов в зависимости от количества членов семьи. Приобрести дома, возможно, будет на средство сертификата до конца этого года. Денис Паслер отмечает, в регионе делают всё возможное для скорейшего решения жилищного вопроса. Известно, что не только строить дома будут местной компанией, но и с использованием местных стройматериалов. Наталья Мороз, Георгий Бруцкий, Новости дня. К другим темам. Медали за особые успехи в учёбе вручили выпускникам оренбургских школ. Накануне стали известны лучшие результаты единого государственного экзамена. Максимальное количество баллов по трём предметам набрала Екатерина Томина. Ученица второй гимназии стала единственной трёхсотбальницей в области. Подробности у Дианы Кузимбаевой. Оркестр областной филармонии встречает лучших в сдаче ЕГЭ. А это 126 выпускников со стабальным результатом. 12 ребят, двухсотбальников и одна. Екатерина Томина, трёхсотбальница. У неё максимальный результат по трём предметам. Русскому, английскому языкам и литературе. Сегодня рядом с выпускницей мама рассказывает, всегда учила дочь подходить к задачам со всей серьёзностью. Я всегда ей старалась дать максимальную ответственность, самостоятельность за свои решения, поступки по мере возраста. Учёба, наверное, действительно у неё на первом плане, но помимо этого у неё есть и другие увлечения. То есть это разносторонние, развитые ребёнок. Екатерина увлекается большим теннисом. Нравится изучать иностранный язык. Занимала призовые места и в школьных олимпиадах. К ЕГЭ готовилась, как все. Репетитор был только по литературе. Когда увидела результаты, удивилась. Не ожидала. Это не было моей целью. Это просто я рассматриваю, как возможность поступить. Готовилась к английскому и русскому школе. У меня были сильные учителя. Огромная им благодарность. Были ещё дополнительные занятия, на которые я все ходила. Наверное, благодаря этому и так хорошо сдала. И вот желанная многими медаль за особые успехи в учёбе в руках Екатерины Томиной. Поздравляет школьников министр образования области Алексей Пахомов. Отмечает, в этом году выпускники отличились по предмету химии. Почти каждая пятая работа со стобальным результатом. Я думаю, что тут секрета никакого нет. Тут есть один рецепт. Труд, труд и ещё раз труд. Можно добыть какие угодно хорошие учебники. Компьютер большой, красивый, купить мощный. Самых-самых хороших педагогов подобрать. Если ученик не будет трудиться, всё это будет впустую, всё это будет понапрасну. Сегодня здесь собрались настоящие трудяги. В число лучших по результатам ЕГЭ вошли выпускники первого лицея. Есть ребята со 100 баллами и по биологии, и по химии. В Пономарёвской школе и в лицее-интернате для одарённых детей по 100 баллов выпускницы получили по предметам истории и общества знания. Ребята признаются, было непросто, но расслабляться рано. Впереди поступление в ВУЗ. Диана Кузимбаева, Игорь Бероев. Новости дня. Для комфорта людей. В Сорочинском городском округе за последние годы обновлены несколько социальных объектов. Благоустроены парки. Какие изменения теперь радуют местных жителей, узнала наша съёмочная группа. Елена Ерёмина, Георгий Бурлуцкий и Семён Воробьёв. Кинотеатр «Россия». Настоящий центр протяжения. Не так давно объект был реконструирован. И сейчас здесь самые современные условия. В общем, смотрите фильмы с комфортом. Учреждение долгое время было без хозяина. Появился гардероб, зона для отдыха, диваны. Теперь есть современная касса и, конечно, уютный зал. Капитальный ремонт проводился в рамках национального проекта «Культура». Также в него вложили средства несколько предприятий. Благотворительный фонд, муниципалитет. Работы начались в 2017-м, длились три года. Находится у нас в зале 274 посадочных места. Поэтому на такие публичные, интересные кинофильмы к нам приходят полные залы. Чему мы очень рады. Отремонтирован и детский сад номер 5. Обновляли его с 2022 по 2023 год. Из областного бюджета на эти цели направлено более 130 миллионов рублей. Сейчас объект не узнать. Во-первых, все у нас групповые ячейки теперь полного набора. Которые входят в групповая комната, спальная комната, туалетная комната и приемная. Раньше этого у нас, конечно, не было. Также есть музыкальный зал. Конечно, он совмещен у нас с физкультурным. Есть небольшие неудобства. А так в основном все изолированные у нас помещения. Работы капитального ремонта проводились в рамках модернизации дошкольного образования. С комфортом теперь учатся дети в школе номер 7. Ведь там отремонтировали второй корпус по федеральной программе. Модернизация школьных систем образования. Стоимость работ более 34 миллионов рублей. Для начальных классов также все самое современное. Обновили все коммуникации. Поменяли водоснабжение, канализацию. Привели в порядок стены, полы. Школа полностью преобразилась. Ну и, естественно, новое оборудование. Большое внимание в Сорочинском городском округе уделяют паркам. За последние пять лет благоустроены пять общественных территорий. Сделан акцент на спокойный и комфортный отдых. Оборудованы пешеходные зоны, детские и спортивные площадки. Проведено озеленение. Парк, в котором мы с вами находимся, это парк имени Калинина. Он благоустроен был по программе «Комфортная городская среда». Также по данной программе был благоустроен наш крупнейший парк площадью 44 тысячи квадратных метров. Это парк имени 70-летия Победы. Парк имени Ленина, который также находится в центре города. Изменения и в парках имени Легостаева и Максима Жумаханова. Сейчас благоустраивают шестой «Озерки». Кроме того, за последние пять лет отремонтировано 35 километров дорог. Работа продолжается. Обновляют и водопроводные канализационные сети. И наш девиз – быть лучшими, быть первыми. И самое главное – быть не просто лучше других, а быть сегодня лучше, чем вчера. Поэтому достигаются успехи у нас и в экономике, и в социальной сфере, и в культуре, и в спорте. Я в 2018 году объездил 95 городов нашей большой необъятной страны. И понял, что наш город, хоть и маленький, но он настолько уютный. Как отмечают в администрации округа, впереди немалые работы. Ведь важно идти вперед и дальше. Елена Геремина, Георгий Бурлузский, Семен Воробьев. Новости дня. К этой минуте пока все новости. Еще больше информации на нашем сайте ордтв.ру. А также присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой или стали участником интересного события, пишите и звоните нам по номеру телефона 8-987-852-6011. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин